Естественно, какие-то вещи я повторю, но, тем не менее, они не оттеряют своей актуальности и значимости. Тот же самый источник информации, ассоциация компаний-организаторов клинических исследований, действительно, по сравнению с той динамикой, которая наблюдается в США, у нас наблюдается с 2012 года обратная динамика, к сожалению. И у нас, я понимаю, что любят играть со статистикой, показывать цифры на уровне 2014-2015 года, но, к сожалению, надо понимать, что 2018 год нам показал, что следующий наш рубеж – это 2011 год. И, в принципе, у нас еще есть, конечно, 13% по запасу прочности, но, тем не менее, это не так много, как может показаться. С другой стороны, конечно, надо отметить, что большое количество выданных разрешений не является самоцелью, но, тем не менее, у нас был 2012 год, где там больше 900, и к этому было бы неплохо вернуться. У нас периодически попадаются, публикуются рейтинги центров, не центров, регионов, округов, областей, которые находятся в топах по набору, по количеству разрешений, по количеству исследований и тому подобного. Я захотел посмотреть на этот самый список с конца. Если посмотреть на него с конца, то, получается, те регионы, которые отмечены на данной карте желтым, они, ну, в общем, по базе ГРЛС, в них с момента выдачи разрешения, выдачи, аккредитации их медицинским центрам, прошло не более пяти клинических исследований. Следующие регионы вообще не участвовали в получении аккредитации на свои клинические центры. Итого у нас мы получаем 22 регионы, которые, в принципе, ну, либо никак не задействованы, либо крайне мало задействованы, что у нас составляет 26%. Я, конечно, понимаю, что если посмотреть на географию, как уже сегодня было неоднократно сказано, с Россией большая страна, вот, и действительно большая часть смещена на северо-восток, но, тем не менее, в общем, есть определенные потенциалы, куда двигаться, и тем более есть небольшой кластер в южных областях. Скажите, пожалуйста, можно сразу назад, а вот в серединке там желтые, это что за область? Рядом с Байкалом? Не-не-не, все в центральной России желтые в центре. Кострома? Кострома. Я удивился, что та же самая Астрахань. У меня было такое ощущение, что туда у меня коллеги ездили с визитами, вот, но я даже не знаю, как это прокомментировать. Фон. Но вот это ГРЛС, вот, он такой, какой он есть. Ну, не... No comments. Тем не менее, если посмотреть более близкие регионы, например, к Москве, по крайней мере, Ярославль, не самая далекая область, там пару часов на машине проехать. Что мы имеем? Мы имеем на 2019 год 9 центров, которые имеют аккредитацию, ни разу не принимали участие ни в каких клинических исследованиях, и 11 центров, которые принимали участие менее чем в 10 клинических исследованиях. Учитывая, что в регионе всего 36 аккредитованных ЛПУ, мы получаем больше половины центров, которые, ну, весьма слабо вовлечены во всю эту историю, и началась, ну, тот же анализ ГРЛС показывает, что вся эта история началась еще в 2012 году. Вот, то есть, последние 7 лет центры получают аккредитацию, она у них ложится куда-то в файлах и лежит. Ну, то есть, видимо, так. Если обратиться к международному опыту, есть пара интересных кейсов. Первый кейс – это Куба, Национальный центр координации клинических исследований, созданный аж еще в конце 1991 года совместно с Министерством здравоохранения. И вот я нашел интересный материал за анализ за 17 лет работы, соответственно, в 2008 году, о том, что было проведено 103 клинических исследования на базе этого центра. Ну, собственно говоря, дальше идет статистика по центрам, по исследованиям, по пациентам. Но самый, наверное, интересный здесь, надо сказать, что прежде всего основные заказчики, которые обращаются в этот центр, это кубинские компании. И даже сам центр говорит о том, что международных исследований не более 7% на их территории проходит. И это во-первых. А во-вторых, то, что центр оказывает научную и консультативную поддержку заказчикам. В данном случае он является, ну, как сказать, помимо тренингов, которые он проводит для исследователей, он еще занимается поддержкой в медикал-райтинге для спонсоров клинических исследований, проводит, условно назовем это, аккредитацию центров, разрабатывает нормативно-правовую базу, которая при этом принимается на правительственном уровне, и тому подобные вещи. То есть это такое, в общем, нечто более, чем просто надзорная структура. И следующее – это, естественно, в Корее, CONNECT, который был организован в 2007 году, причем, как интересно, в Южной Корее, как интересно называется Министерство здравоохранения, не просто здравоохранения, а еще и Welfare, ни много ни мало. И основная задача – это развитие стандартов клинических исследований, инфраструктуры в Корее, и специализируется на взаимоотношениях между научной средой и всеми участниками клинической разработки. Вот так у них выглядит их домашняя страница, причем мне очень нравятся те ссылки, те кругляшки, которые внизу, особенно второй, если идти слева направо, One Stop Shop for Clinical Trial Planning. То есть, в принципе, заказчик, имея деньги, обращается, ему предоставляется и льготный налоговый режим, если это внешний заказчик, и офис, и, видимо, юрлицо, и тому подобные вещи. Ну, естественно, научная поддержка. Еще одна, на мой взгляд, важная часть – это Clinical Trial and Public Health. Ну, так получилось, что по роду своей деятельности последний год, наверное, я стал плотно общаться с организаторами здравоохранения в Российской Федерации. К сожалению, эти люди, в принципе, не знают, что такое клинические исследования, хотя казалось бы. И на самом деле потенциал здесь для какого-то сотрудничества совершенно громаден. Google выдает на вот это название Clinical Trial and Public Health порядка 420 миллионов ссылок. Все примерно говорят про одно и то же. Также можно выделить, вот на примере статьи, которая как раз была написана онкологами, то, что основное влияние клинических исследований, естественно, это инфраструктура, процессы и прочее. Но я зачитывать не буду, там достаточно большой список этих самых влияний. В том числе у нас в Российской Федерации есть запросы от пациентов. Как я сказал уже ранее, я буду, в общем, пересекаться с коллегами. Соответственно, два, я пообщался и с Николаем Дроновым, и с Юрием Жилевым, готовя этот материал. И, собственно говоря, внизу я отдаю ссылки на коллег, которые делали презентации еще в 2017 году и в 2018 году. С точки зрения пациентов клинические исследования два интереса. Это возможность получить информацию и попасть в эти самые исследования. И как дальнейшее после окончания участия в клинических исследованиях это получить доступ к незарегистрированной терапии. Ну, пока еще не зарегистрированной. Вот. Это второй пункт, он большой, сложный. И на эту тему есть кое-какие подвижки, в том числе и в Совете Федерации. Владимир Круглый работает в этом направлении. Но, тем не менее, работать и работать. А возможность пациентам получать информацию о исследованиях и попасть в них. Так получилось, что вот я присутствовал на заседании комитета Госдумы в конце мая. Как раз по борьбе с онкологическими заболеваниями. Все было хорошо. Рассказывали, рапортовали главные врачи и главные онкологи регионов о том, что как все хорошо, прекрасно. И действительно так. А потом выходит представитель одной из пациентских организаций. Честно говоря, я не вспомню, какую именно. По-моему, онкогематология что-то в этом духе. И говорит, что у нас есть пул пациентов, которые в принципе не знают, что это. И помогите нам что-то с этим делать. И я понимаю, что там тоже есть и инициативы не онкологии Петровой, и других уважаемых институтов по популяризации, привлечению пациентов. Но тоже, в общем, это достаточно большое поле деятельности. Запросы к пациентам. Это фотография из реальной газеты. Что-то уровня либо метра, либо МК. Я как-то пришел домой. Мне мама, значит, специфику моей работы говорит, посмотри, что я увидела в газете. Вот так, в общем, тоже в том числе происходит набор пациентов. Самое интересное, что это реально не фейк. По номеру Минздрава я пробил. Действительно, да, это исследование есть. Оно еще не закрыто, так что если кому надо. Про мужчин уже сегодня говорили, про женщин. Возвращаясь к США. По поводу доступа к терапии. Прекрасный документ Right to Try акт, подписанный чуть более года назад Дональдом Трампом. Идея заключается в том, чтобы предоставить пациентам с жизнеугрожающими состояниями право получить незарегистрированную терапию еще. Тут есть, в общем, определенные ограничения, почему это… Ну, определенные, естественно, критерии и по пациентам, и по терапии. Но, тем не менее, если у нас пока что это еще только обсуждается на уровне просто каких-то идей, то здесь это уже в виде бумаги лежит чуть больше года. Ну, естественно, наши американские партнеры не могли красиво не сделать. Заинтересованные стороны, которые, в принципе, заинтересованы в развитии индустрии клинических исследований. Если с первыми пятью все более-менее понятно их интерес, то как раз последние три я хотел бы отметить, потому что это действительно паблик-хеллф. Это те структуры, с которыми необходимо вести диалог. Видимо, начинать его вести, потому что я вот за сегодня не услышал, чтобы кто-то их упоминал. В принципе, паблик-хеллф. Хотя это, в общем, очень большой потенциал для развития. Прогнозируемые эффекты от увеличения клинических исследований, в принципе, клинических исследований, которые могут быть. Все перечислять не буду. Наверное, остановлюсь на создании профессиональных стандартов врача-исследователя и специалиста по клиническим исследованиям. Хотел еще дописать специалиста по фармаконадзору, но, к сожалению, он уже почти что согласован. И тоже по нему есть вопросы. Пока что в Минтруде нету этих самых стандартов. Если по поводу врача-исследователя там еще можно думать, то специалист по клиническим исследованиям – это лаборант в настоящее время. Ну, сотрудник клинической лабораторной службы. Учитывая, что тех же самых мониторов, либо сереев, ну, сколько у нас работает? Несколько тысяч, судя по всему. И последний, наверное, хотел бы тоже особо отметить пункт. Как раз вот он уходит в сферу public health. Это привлечение инвестиций в регионы. Можно выделить как общее направление, поскольку пойдет, предполагается, что пойдут определенные потоки людей. Так и специализированы те же самые гранты, работа в рамках НИРов и НИОКРов и тому подобное. И если вот сегодня в самом начале коллеги из Кахрейна говорили, что вот с эти публикации и тому подобное, поднимался вопрос, что делать с данными, которые, в общем, публиковать либо не хочется, либо не нужно. Мне кажется, что вот здесь можно, в общем, очень сильно пообщаться с ними на эту тему, потому что те же самые институты, НИИ и тому подобные структуры, у них есть определенный план по публикациям, по научным работам. И, в принципе, здесь, мне кажется, поле для сотрудничества есть. В том числе, даже если результаты исследования будут условно отрицательны, то отрицательный результат тоже отрицательный, тоже результат. Это можно обыграть. Теперь ответ Владимиру по поводу того, что происходит у нас. Не так, может быть, бодро, как по ту сторону Атлантики, но, тем не менее, у нас есть определенные телодвижения. Соответственно, я вот выделяю основные. Значит, это Фарма 2030, майские указы прошлого года, научное консультирование, проект изменения 61-го федерального закона и указ о развитии генетических технологий и указ о стратегии развития здравоохранения. Фарма 2030. До этого была Фарма 2020, которая в следующем году заканчивается. Фарма 2030, о чем сегодня Дмитрий Алексеевич тоже говорил, достаточно много. Я рад был услышать, что процесс пошел дальше, что Минпромторг все принял. Действительно, мне удалось поучаствовать в работе этой рабочей группы. Это очень приятное, ну, не ощущение, я не знаю, очень приятный опыт. Это действительно правильный. Ну, и руководство тоже правильное. Майские указы, которые были подписаны Владимиром Владимировичем Путиным, соответственно, в мае прошлого года, их там энное количество пунктов, соответственно, то, что будет влиять на, ну, даже не клинические исследования, не столько клинические исследования, я бы говорил шире на, в принципе, R&D, которые происходят на территории Российской Федерации, это пункт номер 4, разработка национального проекта в сфере здравоохранения и национальный проект в сфере науки. Вот. Ну, пункты обозначены, засчитывать не буду, достаточно объемно. Научное консультирование. В настоящее время уже, насколько я понимаю, находится на финальной стадии комментарий, дополнение к 61 ФЗ о том, что можно будет обращаться в Минздрав за получением консультации экспертов в рамках подготовки документации по исследованиям. И это, на самом деле, ну, как я понимаю, тот документ, которого ждали очень-очень много лет, потому что, как бы, компания готовит документы, подает его в регуляторные органы на проверку, а потом, там, через пару месяцев получает ответ. Да. Следующее. 61 ФЗ. Есть определенный проект изменений. Нас интересуют 13-е и 18-е статьи, и особенно 18-е, которые как раз уже адресуют нас в том числе и к фармаконадзору. И здесь вы можете увидеть аббревиатуру из системы фармаконадзора при пострегистрационной исследовании безопасности. И, видимо, надо будет привыкать к новой аббревиатуре при пострегистрационной исследовании эффективности. Проект должен быть подписан, вступить в силу, точнее, с 1 января следующего года. Генетические технологии. Не самый свежий, но очень свежий документ. Указ вышел в ноябре 2018 года, постановление правительства вышло в апреле. Соответственно, основные обозначены цели и задачи по развитию лекарственных препаратов или генной терапии. И подчеркнут необходимость развития методик, основанных на технологии CRISPR-Cas9. Честно говоря, когда я прочел этот достаточно увесистый документ, я был удивлен, увидев подобную аббревиатуру в подобном документе. Ну и, собственно говоря, в июне Миноборнауки уже начал отбор организаций для создания центров. В общем, процесс пошел. И два заключительных слайда. Стратегии развития здравоохранения. Вот это самое свежее. 6 июня вступило в силу. В общем, то, что нас интересует, я имею в виду R&D, это четвертый раздел, цели, основные задачи и приоритетное развитие здравоохранения в Российской Федерации. И дальше я перечисляю пункты, которые нас будут касаться. И инновационное развитие, и медообразование, и единая государственная информационная система, и медицинские информационные системы, и фундаментальные прикладные научные исследования, и развитие персонализованной медицины, и биобанки, и БМКП. Причем надо понимать, что это не просто документ, это то, что будет требоваться до 2025 года, должна быть на том же самом региональном уровне, это все должно, и в федеральном уровне должно быть сделано и работать. Собственно говоря, если коллеги говорили о нашем далеком будущем цифровом, то это вот наше недалекое будущее уже практическое. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, можно прокомментирую? Очень интересно, очень красиво, складно все звучит в теории. Я человек очень практичный, и буквально вчера я узнал, как майские указы связаны с клиническими исследованиями. Вам рассказать практически, как это происходит? У нас есть несколько центров, с которыми мы регулярно работаем по несложным нозологиям. И вот буквально на прошлой неделе было, мы позвонили в эти центры для того, чтобы с ними предложить еще несколько исследований, чтобы начать работать дальше. И на что они, знаете, что мне сказали? Вы знаете, не мешайте сейчас со своими клиническими исследованиями, мы выполняем майские указы. Вот так они связаны с клиническими исследованиями на практике. Сергей, я понимаю ваш скепсис, но тем не менее, на мой взгляд, это то поле как раз взаимодействия с паблик-хелф и направление работы с этими структурами, этими людьми, что мы в одной лодке. Безусловно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.